всем привет всем приветики у нас сегодня kfc надеюсь фокус на нас а не на еде сегодня у нас картошка free салат этот который ские все ножки крылышки и филе и какая-то еще фигня бургер короче сейчас покажу бургер с беконом и две большие котлеты и сыр вот так он выглядит соус барбекю hot to for to for hot to hot for you и кримикари good spicy острый соус так сейчас немножко начнем вступление как говорится и сегодня поговорим о том как мы поженились как у нас свадьба прошла картошечка огонь все суперская котлетка димит и со софт мясо такое нежное шалатик упси дупси в Ирландии и его друг который тоже работал в Ирландии который с ним жил он работал киевси каждую ночь после смены он приносил огромную коробку киевси и Бит карри соус супер. Я обожаю ножки с KFC. В общем, как мы поженились. Три года назад. Вот иду. В и Мэтвидью. И... И начали встречаться с ним, получается, в июне. И в августе он мне сделал предложение. В июне. В июне. В июне. Потом к нему приехала я. Потом опять мы не виделись в месяц. Он приехал ко мне. Потом опять мы не виделись в месяц. Я приехала к нему. А потом я еще раз приехала к нему, когда он уже был в Чехии. Я прошла интервью на работу. Уехала в Украину. Начала заниматься визой. Подала на визу. И сразу же к нему приехала. Получается, нелегально. Виза еще готова не была. Но в 2019 году, хах, хорошие времена. Можно было бы без визы ездить в Европу, если вы помните. Без никаких тестов на корону. И так далее. Не, ну сейчас, в принципе, уже тоже так можно, я думаю. Наверное. Я не смотрю по новостям. Если знаете, скажите мне. Я приехала к нему зимой. И у меня в марте была готова уже виза. Мне приходит сообщение, что мой виза готова. Я покупаю билеты. И буквально через пару дней, после того, как я уже купила билеты, Зеленский объявляет закрытие ограничений из-за коронавируса. Я уезжаю, и мы не видимся с ним 4 месяца. Потому что у меня не было разрешения находиться в Европе. Я так думала. Потом проходит корона. Я опять еду в Чехию, мы с ним там видимся. Работаем, живем вместе. Потом опять начнется корона, потом опять она проходит. В общем, мы задолбались уже постоянно разъезжаться и съезжаться. И 2021 года. Мы решаем, что все-таки, наверное, предложение уже сделал. Хочем, хотим быть вместе. Давай подадим уже документы и распишемся. Не просто потому, что, ну, типа, мы хотим расписаться, мы друг друга любим, да. Но еще и потому, что это облегчит жизнь. Пью манго сок. Хел, the wings are so spicy. Very spicy. Very spicy. Really? Мг. Can you try this one? Or this one, yes. Такие острые крылышки. Окей. Одно не доело, второе взяла. Голодные просто. Мы решаем пожениться. Знаете, я вот немножко забегу вперед и скажу, что я замуж выходила. У меня не было свадьбы. Мы никак вообще не отмечали. В общем, мы решаем это делать. Когда в очередной раз началась корона, мы поехали на машине в Испанию. Потом приехали обратно в Чехию. И когда опять началась корона, мы полетели в Украину. Мы были в Украине. И начали планировать, короче, документы, то это все фигню. I forgot how all was all these things with documentation and everything. With my documentation and everything. We need to get your certificates of born, where you was born. Нужно было, короче, wait. Мне нужно было, короче. Мой, wait. You need to say something. What? You couldn't drive to Spain. But as we went by car, you could enter. If not, you can't, people were not allowed to enter to Spain. Да, мы когда поехали в Испанию на машине, если бы мы не на машине ехали, мы бы не попали в Испанию, потому что, ну, да, из-за короны не пускали даже, ну, типа, самолетом нельзя было полететь. А мы так, чтобы нас никто не видел. Короче, мне нужно было, когда документы готовили, нужно было цертификат о рождении, переведенный на испанский язык. Но криминар, так вот, в испанском. Справку о несудимости, тоже на испанском, ну, перевести. Мою регистрацию на испанском. И то, что я никогда не была, или то, что я в разводе, о составе моей семьи, если у меня есть дети и так далее. Это нужно было перевести на испанский язык и апостализировать. Это где-то длилось, может быть, месяца, три месяца, да? All документы that I collected in Ukraine. Три месяца, где-то мы копили эти документы, потом мы поехали в Испанию. Где же мы переживали, что ему нельзя находиться больше трех месяцев в Украине. Там уже был такой, типа, как закон. That you couldn't stay more than three months in Ukraine. And we went to Spain. No, you couldn't, we don't went to Spain. We went to Spain together, doing the thing, already with everything. I know, when we had everything ready, we went to Spain in three months. You couldn't enter. This is the thing, we called the embassy, we did everything. Because the coronavirus... When we were preparing these documents, we were planning... Well, these documents were just three months. After the documents were ready, we were supposed to go to Spain, we wanted to do it in Spain. Because that's interesting. That we need to go to the embassy, the embassy said that you can not enter. And the police, my friend... My friend... вместе и все он отправил в посольством посольство какое посольство украины в испании или испании украина украинское посольство сказали что подтверждение ну типа разрешение может быть дать испанское посольство они в общем сказали ответили ему сказали что они разрешают нам въезд что типа но они нам верят мне въезд но последних таким будет слова эта полиция они могут ее там типа остановить и проверить ну могут даже не разрешать въезжать и не отправили нам письмо с печатью подписью из испанского посольства что они я им и он живем больше года вместе вы хиту лифту гэдер мордманер было такое он что вычитал просто что они разрешают почему не разрешают въезд потому что я считаю всего гражданской женой чтобы стать гражданской женой нужно как минимум год прожить вместе вот потому как они нам прислали подтверждение в котором было написано что они живут вместе у них общий быт потому что жена мы взяли билеты и прилетели в испанию и он там начал готовить со своей со своей стороны документы на то чтобы нам проженимся with the wedding we have later time i have to call to them tell them that we was going to you to check the public please to change the date and they make everything faster for us but this later but how you prepare all your documents what you needed i remember usCC Мой паспорт, ресидент, сертификат ов Бонн. Ему точно такие же документы нужно было, как мне. Кроме о том, что о его семейном состоянии. Они нам дали дату на подачу документов. Намного позже, чем должна была начаться наша работа. Нас уже пригласили работать в Чехию. Нам сказали, такого-то числа вы должны будете быть уже на работе. Нам дали позже. Для того, чтобы не летать туда-обратно, и мы были уверены, что нам не дадут выходных, мы решили... Он начал обзванивать всех, кто же там у себя, уже в Испании. В то место звонил, в которое мы подавали. В суд, получается, звонил. Ходил, узнавал, просил, пожалуйста, можете нам дать дату раньше, мы должны ехать на работу и так далее. И нам дали дату раньше. Нам дали дату раньше на подачу документов. Мы подали документы. Нам подали... Ой! Мы подали документы. Нам еще одну дату назначили на собеседование. Собеседование, это вообще, конечно, трэш. Мы спросили их, нужно будет ли нам переводчика. Потому что я плохо говорю по-испански. Нам сказали нет. Когда мы пришли на интервью, нас развели по двум разным комнатам. И начали спрашивать одинаковый вопрос. Там типа... Что вы делаете обычно, когда вы вместе? Какое любимое блюдо твоего парня? Что он обычно любит делать в свободное время? What they were asking us in the interview? What is his favorite food? I already said... Where did you went together? Куда вы вместе? Куда вы вместе ездили? Где вы встретились? Короче, вот эти все вопросы... Какой спорт? С каким спортом мы занимаемся? Какую музыку мы слушаем? И это было именно в суде, а не в ЗАГСе. Все, и после собеседования нам опять назначили еще одну дату. Уже как бы, получается, на бракосочетание. У меня было белое платье. Длинное. Он костюм, я так понимаю. Он костюм одел, который он использовал на сестре свадьбу. Нарядненький костюмчик. На все случаи жизни. Вот. Никого с собой нельзя было приводить. Для того, чтобы была корона. Поэтому взялись вопрос от двух свидетелей. Это можно было. И все. Зашли. Она там что-то пробубнела. Бла-бла-бла. Спросили его. Хочу ли... Хочет ли он и в горе, и в радости, как говорится нам. Он сказал си. Поэтому спросили меня. Я сказала си. И все. Мы надели кольца. И стали мужем и женой. Да? Угу. После свадьбы, короче, просто пошли. В бар посидели. С его друзьями. Вся его семья даже не знала, что мы в этот день будем расписываться. Только его мама знала. Но твоя мама тоже не знала. Вот. Но твоя мама не знала. А, когда мы взялись. Да. Что ты говорила о этих вещах? Твоя семья не знала. Ты не пригласила их. Да. Потому что после корона, ты не можешь пригласить кого-то. Короче, его семья вся узнала. Очень сильно разозлилась, что мы не позвали их. Но они знали. что мы жениться собираемся. Но не знали когда. Хм. Их, во-первых, не позвал. Эм. Интроверт. Вот так вот. Не праздновали. Ничего. Просто посидели. И. Сразу же в этот день. Сели в его машину. Ой. В машину его друга. И поехали в Кадис. Это возле Севильи, да? Кадис из Нирсевилья. Угу. Возле Севильи. Вот так вот. Отдохнули там, по-моему, 3 или 4 дня и поехали работать. Все. Ну, было реально тяжело вот этот весь процесс. Он был где-то полгода. очень сильно вытрепал нервы нам. Особенно мне. А я люблю вообще поднервничать. Канаин бис. Ммм. 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 Супер. Спасибо большое, что сегодня были с нами. Хорошего вам времени суток. Спасибо за ваши лайки. Спасибо. Комментарии. Комментарии. Да. Подписка. Подписка. Пальчик вверх. Пальчик вверх. Всем пока. Ммм. 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 Ммм.